Подобие и линейные преобразования В линейной алгебре изучаются преобразования, которые задаются матрицами. Я хочу постепенно прийти к ним как естественный и неотъемлемый, понятно, как именно получающийся теме внутри геометрии групп. Итак, я сейчас намечу несколько упражнений, которые вы сами сделаете. Значит, рассмотрим подобие. Что такое вообще подобие? Ну, давайте дадим определение. Подобие. Подобие. Это преобразование все расстояния, все расстояния, меняющие в одно и то же число раз. Число раз. То есть, вот скажем, все расстояния удваиваются. Или все расстояния сокращаются в трое. Вот это все примеры подобий. Но вот вопрос, так сказать, какие вообще бывают подобия, вопрос нетривиальный, их очень много. По крайней мере, все движения это уже подобие, потому что расстояния просто не меняются, да? Все гомотетии это подобие. В общем, подобие много разных других, потому что гомотетии это лишь конкретные подобия вот относительно точки исходной, которую мы назвали нулем. Но, в принципе, можно взять, например, какую-нибудь точку 5 и тоже растягивать в обе стороны, там, относительно нее. То есть, вообще говоря, подобий довольно много. Но, тем не менее, можно провести полную классификацию. Значит, упражнение номер один. Любое подобие это либо движение, либо гомотетия с центром в какой-то точке. С центром в какой-то точке. Прямой. Мы пока живем на прямой. Мы еще не покинули прямой, и у нас уже довольно такая обширная группа преобразований. Значит, я сказал слово группа. Но на самом деле, упражнение два. Группу образуют все подобия, кроме тех, которые все схлопывают, ну, то есть, кроме тех, которые все расстояния заменяют на ноль. То есть, все точки фактически схлопывают в одну. Образуют не все подобия, подобия, а лишь те, которые домножают расстояние на ненулевое число. То есть, которые меняют расстояние не в ноль раз. А вот те, которые меняют ноль, их тоже целый ряд. Их много. Смотрите, как их много на самом деле. Подобий, которые все схлопывают, ровно столько, сколько точек. Это тоже, кстати, ну, как бы дополнение к упражнению два, что группа образует все подобия, кроме параметрического семейства, однопараметрического семейства таких вот схлопываний в каждую точку. Упражнение три. Это мы начинаем выстраивать мостик к обычной линейной алгебре. Упражнение три такое. Рассмотрим вектора. Вот что такое вектора? Вектора это вот, ну, как бы это, ну, мы рисуем там вот такие вот стрелочки. И считаем две стрелочки одинаковыми, если параллельный перенос, который мы произведем по этой стрелке, будет одним и тем же преобразованием прямой. Иными словами, если это два отрезка одинаковой длины, если направленные друг к другу. Векторы напрямой образуют группу по сложению, да? Нулевым элементом этой группы, нейтральным элементом, служит вектор нулевой длины. Ну и довольно-таки понятно, что, в общем-то, эта группа, это то же самое, что просто все вещественные числа. То есть вот R это множество всех векторов напрямую, то есть всех отрезков, которые можно нарисовать с точностью до равенства отрезков, вот, нарисованных в разных местах, одинаковой длины, одинакового направления. Так вот, упражнение 3 состоит в том, что любое подобие, любое подобие задает корректно, корректное, корректным образом, определенное, образом. Сейчас я объясню, что это такое, определенное преобразование векторов. Что значит то, что я написал? Это значит, что если в двух местах нарисован вектор, я посмотрел, куда перешли концы там и там, при нашем подобии, то в обоих случаях, если вот этот вектор был равен вот этому, то в результате векторы тоже будут равны. Ну там, как бы, ясно, что они будут одной длины, немножко повозиться надо с доказательством того, что они будут одного направления. Вот в этом и стоит упражнение. То есть понятно, что и свой сподобие, они будут одной длины. Вопрос, почему не могло быть так, что один поменял направление, а другой не менял. Пожалуйста, оба могли поменять направление, без проблем. А вот один поменять, другой не поменять не мог. И вот это вот требуется доказать. Так, упражнение 3. Упражнение 4. Упражнение 4. Так определенное, то есть определенное в упражнении 3 преобразование, определенное преобразование, линейно. То есть мы строим мост в линейную алгебру. То есть сумму векторов переводят в сумму, а производение вектора на число, то есть удлинение вектора, переводят, соответственно, в произведение полученного вектора на число. Вот. Ну, на самом деле, в упражнении, ну, после этого станет ясно, что это за преобразование, на самом деле, над векторами, да? То есть это преобразование, это удлинение всех векторов ровно в такое количество раз, в которое удлиняются длины, но со знаком. То есть если подобие, например, растягивает вектора и переворачивает их, то тогда вот это вот преобразование на векторах, там тоже нужно написать домножение на минус, там какое-то число, на минус 3. А если вектора не меняли своего направления, то на плюс 3. То есть смотрите, что получилось. Получилась такая вот картина. Получилась картина. Вот все подобия прямой. Вот все числа, просто r, они же все вектора, можно написать все вектора. Ну, в данном случае на самом деле нет, я не хочу как раз, я не хочу на этом внимание фокусировать. Просто вот это вещественные числа, причем не равные нулю. Вот r со звездой. Это все вещественные числа, не равные нулю. И каждому подобию ставится в соответствие число, не равное нулю по следующему правилу. Это коэффициент вот этого линейного преобразования. Ну, линейное преобразование для одномерного пространства всех векторов напрямой, это просто умножение на какое-то число. Значит, ну и да, если мы рассмотрим вообще все подобия, то здесь даже бывает и ноль, потому что могут подобия, которые все схлопываются быть. Но если мы рассмотрим все подобия, образующие вот эту вот группу, да, все, я их называю невырожденные, невырожденные, значит не склеивающие точки, невырожденные подобия, они переводятся в r со звездой, то есть множество всех коэффициентов растяжения. К каждому подобию ставится в соответствие коэффициент его растяжения. Утверждение состоит в том, что это гомоморфизм групп. Это гомоморфизм групп. Восклицательный знак. Почему? А вот почему. Почему? Потому что очевидно, что если мы произведем один за другим два подобия, одно растягивает в 5 раз, другое в 7, то результативше будет растягивать в 5 и в 7, в 35 раз. Значит, это гомоморфизм групп, где вот это рассматривается по умножению. То есть это группа по умножению отличных от нуля чисел. Композиция подобий соответствует, значит, вот этому. Вот. А какое у нее ядро? У этого гомоморфизма. Какие преобразования переходят в единицу? Хочется сказать все движения. Но нет. Движения, переворачивающие вектора, не переходят в единицу. Им соответствует минус единица. Они меняют направление векторов. Это минус вектор. Это линейное отображение, заменяющее вектор на противоположный. Поэтому преобразования, которые переходят в тождественные, ну вот, в тождественные элементы этой группы, то есть в единицу, это движения, не меняющие ориентацию. Иными словами, это параллельные переносы. Поэтому здесь множество параллельных переносов является подгруппой, переходящей в нейтральный элемент. То есть оно допускает факторизацию. Потому что, смотрите, мы обсуждали, что допускают факторизацию те подгруппы, допускают разбиение на классы. Мы на самом деле сейчас строго это не доказали, мы к этому постепенно идем. Допускают разбиение на классы те подгруппы, которые могут служить ядрами гомоморфизмов. Вот у нас конкретный совершенно гомоморфизм. Каждому подобию соответствует коэффициент растяжения. Если мы выкинем подобие вырожденной, схлопывающей все, то тогда у нас останутся ненулевые коэффициенты растяжения. И ядро — это все параллельные переносы. Вот мы, так сказать, разложили по полочкам все, что касается нашей прямой. А почему все вообще, что касается нашей прямой? А потому что упражнение 5. Упражнение 5. Доказать, что... Значит, любое линейное преобразование прямой получается таким образом. Получается из какого-то подобия путем вот этого вот гомоморфизма. Ну, это на самом деле очевидно. Взяли просто, собственно, то самое... Что такое линейное преобразование прямой, да, линейное? Ну, вот оно удлиняет вектор и переворачивает. Ну, вы просто взяли... Вы можете взять ровно то подобие, которое вот с этим центром 0. Которое реализует это линейное преобразование. Все линейные преобразования, они как бы под класс наших подобий. Потому что они 0 сохраняют на месте. 0 переводится в 0 при линейном преобразовании. А при произвольном подобии не обязательно. Ну, вот что такое множество всех линейных преобразований? Это которые оставляют 0 на месте, остальные точки растягивают, сжимают или переворачивают. Ну, и, соответственно, у нас... Фактически мы... Что сделали? Мы изучили всю группу преобразований, которые... Которые вот... Прямую переводят в прямую, да, и реализуются линейным преобразованием, если мы рассмотрим вот этот вот гомоморфизм. То есть, если мы посмотрим, как эти преобразования действуют на векторах. То есть, вот, на самом деле, это все. Это максимальная группа, которую только можно здесь изучить. Это афинная группа прямой, так называемая. Вот. Она более широкая, чем группа всех вообще линейных преобразований. И каждое афинное преобразование на множестве векторов действует линейно. То есть, в данном случае просто задает некоторый коэффициент растяжения. Так. Все. Мы готовы к переходу на плоскость. Продолжение следует...